приветствую вас друзья на канале легомастер и сегодня мы посмотрим вот на этот наборчик это третий набор на нашем канале под компанию swore of spin ну это некая видимо btr название здесь отсутствует на коробке чуть позже узнаем что же это такое а сейчас надо сначала собрать как я говорил в предыдущем обзоре это набор в котором больше всего деталей у нас здесь указано что 383 детальки напомню что у зенитки было 139 деталей у танкетки было 240 деталей а здесь 383 но явно больше все сейчас мне предстоит все это дело собрать и результат я вам покажу поехали и так вот что у меня получилось из той кучи деталей которая была до сборки небольшая справочка итак вы видите перед собой разведывательно-дозорную бронемашину 2 машина была принята на вооружение в 1962 году и выпускалась практически до распада советского союза на военном сленге имеет название бардак в общем это бардак основное преимущество данной техники это отличная проходимость он колес какие но вот защищенность при этом не сильно велика и в общем-то может спасти только от попаданий пуль и осколков короче выстрел из танка она вряд ли выдержит машинка это рассчитана на экипаж из четырех человек и кстати она даже умеет плавать вот такая интересная штука ну а теперь давайте поговорим непосредственно о наборе о конструкторе и так как вы видите машинка получилось вполне симпатичный собственно я на это очень рассчитывал и считаю что это лучший конструктор из трех которых я показывал от компании суворов спин кстати на экране вот здесь ссылочка на магазин где вы можете приобрести подобную конструктор и собрать себе такую же машиночку также есть ссылочка в описании под этим видео и есть там ссылочка на группу в вк так что заходите смотрите вступайте в группу а я продолжаю и так что у нас башня поворачивается машинка ездит но есть небольшой нюанс поскольку колеса под тяжестью самой машины немножко упирается вот в верхнюю арочку тут при ней там внутри немножко задевает и вот переднее колесо буксует задние все нормально впереди немножко задевает но такая мелочь здесь вот есть два люка который можно открыть так ну вряд ли там сейчас будет видно но более-менее более-менее наверно можно заметить что там есть два сиденья для двух человек также еще сиденье есть вот под этой башней сейчас я покажу даже наверное слеп башенку так откроем вот там вот вот это вот сиденье как я понимаю еще для одного человека кстати наверно можно было и двоих туда уместить также открывается моторный отсек сейчас я пытаюсь это сделать это нужно делать аккуратненько даже вот эти штучки можно поднять при желании вот видите здесь вот двигатель в принципе очень неплохо сделал детализация вообще в машинке замечательная вот здесь вот на самом деле я хотя бы наверно вот затаялить чтобы более такая плоская была но автор решил так кстати автор кирилл семерзин как написано на коробке вот вот эта часть мне понравилась конечно классно машинка интересная выглядит хорошо вполне крепенькая самая крепкая модель из трех вот хотя в процессе сборки там были некоторые моменты но когда что-то там под разваливалась меня но после сборки уже все хорошо и так о недостатках они конечно не такие глобальные они больше относятся наверно к последовательности сборки вот как в прошлом видео при сборке у меня появилось желание в некоторых случаях изменить последовательность сборки вот то есть вот этого блока его можно было собрать потом так прицепить снизу то же самое сзади что еще о сборке достаточно хлипкой вот эту часть сейчас покажу вот то есть вот это вот на одном пине держится но в принципе держится все только вот эти как бы окна видимо ну амбразуры открыть не получится так вот рукой просто потому что они отваливаются вот но если вот так вот ну давайте откроем и потом прикрепим то все работает все вот так вот если же в собранном виде пытаться ну закрыть или открыть то отваливается детальки потому что крепится только на одном пине на одном штырьки и это в принципе не сильно достаточно кстати можно было здесь какую-то сделать еще планочку чтобы вот эта деталь в нее упиралась и это большую крепость будет придавать но есть вопиющий вопиющий момент который мне не понравился это мелочи на самом деле а вот момент который мне не понравился сейчас покажу вот вот эту вот часть непонятно почему она на одном штырьки опять-таки держится и почему сюда нельзя поставить еще блок с таким же штырьком что вот этого бы чтобы вот эта деталька не крутилась но такой недочетик а в остальном машинка хороша как вы можете видеть очень очень симпатичная модель но вот тут я потрогал немножко башенкой она начала под разваливаться на самом деле нет все нормально с башней я когда я вытаскал там немножко видимо где-то не там нажал а так башня вполне хорошо собрано собирать кстати было интересно и еще одно замечание сейчас покажу в некоторых случаях было непонятно ну куда какие детали вставлять ну потому что детали вот там сзади вставляется вот антенка там еще вот эти вот детальки но они почему-то с обратной стороны показаны хотя должен быть с этой стороны такие моменты были в инструкции но как видите я справился хотя в ряде случаев я пытался по картинкам как-то ориентироваться непонятно было как реализовано вот это крепление вот этого зеркала и вот именно здесь я посмотрел вот там вот здесь вот таким образом потому что она опять-таки по инструкции была как бы отвернута от зрителя сборщика и вот там где-то что-то происходило кстати вот здесь я бы наверное лучше молоток какой-нибудь ключ подвесил вместо кирки но лопатка здесь на своем месте все отлично у меня на этом все на данный момент набора от компании суворов спина у меня закончились больше нет ибо у меня три штуки я все их показал вам делайте свои выводы нравится не нравится все ссылочки я вам дал и на магазин на группу так что вот смотрите делайте свои выводы больше всего мне вот эта машина понравилась еще внешне на втором месте внешне у меня вот этот пушка вот танкенко наверно на третьем месте не знаю почему такое вот мое мнение как я уже говорил считаю что это лучшая модель которую я держал в руках от компании суворов спин не на последнем месте настоит у меня как бы хрупкость наоборот не хрупкость моделей крепкость их вот и вот эта моделька неплохо себя показала вполне кстати вот сюда вот талик напрашивается как мне кажется вот что-то я смотрю до чтобы вот этот угол продолжить вот сюда вот талик положить и все но это лад такой замечание всем удачи всем пока на этом я заканчиваю увидимся в следующем видео а